Абсолютно новый экскадр погрузчик gcv 30x будем проводить инспекцию данной машины проверять все системы на работоспособность и так далее людей сомнения именно как она устроена там полностью на то с печкой не печка проводка электрика гидравлика что стоит как она устроена в этом все проверим сейчас всем его выравнив ковша в горизонт отсутствует пробег 80 11 моточасов показывает ошибку тормоза я еще не нажимал на тормоза сейчас нажмем получается сейчас крапун приоритета не накачал сразу тормоза это связано с гидравликой вот это ошибка здесь есть не справа немного погреем у него пульсета заводим сразу побычные обороты решетку быстросъемные вот сделано так что можно вот сейчас попробуем может повыситься снять быстросъемные решетки ну для россии это наверное больше плохо чем хорошо потому что вот здесь сделано дополнительное крепление под рукава вот этот топ гидролинь вот так это исполнено в принципе что хорошо сделано дополнительное решение да у нас смотрите как краска здесь слезает и покрашены пыльные гидроцилиндры какие-то фитнинги у них муфты очень что-то редкий первый раз такое вижу то есть у нас у рукава диаметр большой и он уходит такой маленький в диаметре и здесь тоже не зависит болт не закручен до конца вот он латается прям в самой стреле так здесь тоже такие муфты смотрите толстые и идут к сужению то есть рука толстый а трубка тоненькая ну потому что наверное внутренний диаметр у нас получится одинаковые наверно да поэтому такое решение сделано крепление рукавов в самой стреле тоже вот на ту гидролинию где они вот играют они и пусть не удар от гидромолота да они вот так закручивали в принципе это хорошая идея здесь также все за конфиксировано такими же муфтами кому ты здесь смотрите как покрашено просто вот здесь уже жавчина видна то есть недокрас здесь смотрите какие потеки вот здесь тоже смотрим недокрас цилиндр здесь 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 как-то что ли не понятно как будет Здесь у нас уже защита сломана, что ли, или специальные такие отверстия имеют специальные. Краска. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 То есть я даю команду, когда цилиндр подъема опускания стрелы, да, этот не трогай. А у нас вот цилиндр рука, ведь он играет, играет и потихоньку он заходит, то есть он собирается потихоньку. Такой нюанс счет. Смотрим снизу, что где можем отсмотреть, задний распродлитель, присутствует запотимание масла одного залезняка. Посмотрим сейчас косяки и какие изменения есть вообще у этой новой модели, да. Так, ну вот так, в принципе, покрас раму, внутри видно, да, что не докрашено здесь. Это у нас клапан, андогидролинию. Такое дополнительное крепление они здесь установили на рукава, в принципе, считают, что нормально. Так. Например, вот здесь внутри докрашено, а здесь видно. Здесь не докрас, здесь не докрас. Смотрим, сменили болты на крепление именно пальцев шкварня, да. Раньше они были под ключ здесь, да, под Рашковой. Здесь под четыре граники сейчас. Так, смотрим здесь. Вот именно при заливке, да, наблюдаете? Как будто был какой-то брак, да. Вот смотрите, здесь какой кратерный, да, сам чурок. Видно, да, вот здесь. Так. Дальше. Здесь так же. Так. Видим у нас распродлитель здесь стоит старого образца, то есть который ставился до 2010 года, потому что он не совмещен с системой стабилизации SRS. То есть SRS на эскалтеру по рушке JCB из 2010 года совмещен с распродлителем. А здесь у нас система стабилизации установлена отдельно. Поэтому, почему так, не скажу. Так. Вот такая жавчина. Так. Здесь с линии обратки. Смотрите, какие потеки. Потеки, потеки, потеки. Здесь прямо с муфты обжимки потекает. Ну, сопливит. Здесь какие-то потеки. Смотрите, здесь потекает. Здесь жавчина. Жавчина, жавчина. Здесь жавчина, вот внутри там жавчина. Так. Дальше. Рама. Смотрите, какой потек. Видите, тоже какие потеки. ТНВД. Смотрите, на ТНВД какой потек. Не потек, а жавчина. Прошу прощения. Жавчина. Так. Жавчина, жавчина. Смотрите, вот здесь вылезла смазка. Это что означает? Если смазка оттуда сюда пробилась, это означает, что уже выл проушину в раме, уже люфт, если смазка оттуда пробивается. Когда отверстия плотные, смазка сюда не пробивается. Не должно смазка здесь пробиваться. Кратце. Лежность на коробку, смотрите. Потекает. Кратце коробки в сторону первого моста. Смотрите. а мы еще никуда не трогались в одном месте потек здесь все что-то потекает вот здесь на раму видно здесь на руках освещение смотрим видим что проходительный блок и все блок реле он поменялся и проводка поменялась то есть она здесь у нас был один живут толстый то у нас с 3 туда идут ну как раньше не могли проба тоже именно туда отверстие сделать и засунуть так и остался у них всегда щемляется вот так это у нас наручник 30 лет она проблему не могут устранить но здесь видим что жгут замотан но не как раньше вот такой там ткань до специально вот так устроен кондиционер присутствует так здесь больше изменений нет падали сзади номер нужно то есть перед тем какие-то манипуляции нам с вами делать да нужно это дело зачистить проверить соответствует и папа соемки или не соответствует ну это точно не завод сделал то есть это сделано то есть кто-то здесь так небольшие изменения не сделали садки трубка и криминального ничего нету на челюсть она как-то по-другому установлена так визуально изменение прописки на полный у нас полный видео обзор есть по вот этой здесь смотрите все что я сказал это перекрашена да то есть от корона сквозь и прикрас вот пожарте на смотрел как и чем быстрее если сможете там ближайший полчаса сделаю зубы станет чистый ладно я вы смеялись что китайцы делает плохо вот смотри этот квадрат они уменьшили он здесь должен был на дюйм большой квадрат на дюйм они сделали его здесь на три четверти сейчас точно будет рваться квадрат и не сможем вот эти чашки откручивать здесь квадрат был большой здесь они взяли изменили это конечно просто очень-очень плохо вот сюда в камеру смотри и рассказываем про экскаватор погрузки себе как тебе нравится же себе какой склад в тебе больше нравится не хочешь говорить ну ладно иди ну что ж друзья как вам техническое состояние экскаватор погрузчика gcb 30x английской сборки нового экскаватор погрузка gcb мы с вами проводили инспекцию и диагностику и склад погрузка gcb перед покупкой вам в моменте проведения инспекции с нами присутствовал клиент который заказал данную услугу вот на видео те неисправности и те косяки которые я успел выявлять выявлять на данным экскаватор погрузки почему говорю который успел потому что я не провел полностью техническую диагностику инспекцию до конца потому что после определенное количество неисправностей и когда мы дошли до номера двигателя что он подкрашен замазан чем какой-то краской как будто есть какие-то механические воздействия да то есть не могу сказать уверенность потому что продавец не разрешил нам что-то открыть номер и убедиться в том что он по заводским параметрам да поэтому клиент когда мы дошли до этого вместо до открыли капот и посмотреть что есть какие-то манипуляции с номером двигателя клиент сказал что дальше проводить какую-то инспекцию диагностику нет необходимости потому что его машина не устраивает то есть это о чем говорить что машина даже за сексляр денег за сексляр за сумку денег ну просто чтобы купить такой старт погрузчик надо поставить стульку сумку на стол но реально потому что ну такую сумму денег ты не в пакете не донесешь там надо реально сумка сколько сексляр дома стоит такая машина на и мы видим что даже такая машина то есть элита да то есть это gcb 30x английской сборки да с огромное количество до неисправность как мы видим то есть если бы например был и бы этики эти неисправности на каком-нибудь там китайские машины дату ну там эти подкраса да я бы даже не цеплялся занять эти под недокрас и так далее да там подтеки даже не под не цеплялся но я вам говорю что на китайских искать погрузчиках подтеков нету вот реально но я не заметил подтеков на китайских как погрузки а тут элита такие подтеки не в одном место и там и там и там то есть странная вещь происходит к чему это все друзья я к тому что обязательно перед покупкой какого-то продукта обязательно вы с ним ознакомьтесь ознакомьтесь с этим продуктом почитайте отзывы проверьте его продагностируйте его инспектируйте эту машину перед тем как купить до проводить инспекцию проверяйте все системы на работоспособность на подтеки так далее если вы это не умеете не каждый человек это должен уметь и это нормально обратитесь к специалисту который может вам с этим помочь до который сможет провести данную работу и вы сможете покупать какой-то продукт быть уверена в том что он как бы соответствует заявленным характеристику и соответствует тому качеству который заявлено заявляет продавец либо производитель этой техники да что хочу сказать в конце этого видео что без разницы какой марки модели вы собираетесь купить их скач-погрузчик какого производителя какого бренда европейского американского китайского индийского абсолютно все производители производит технику на сегодняшний день очень некачественно любой производитель который бы вы не знали к сожалению упала очень сильно качество без разницы какого бренда джесси били это катапиллер вольво либо кейс либо кота либо new holland и так далее либо китайский какой-то бренд либо индийский да когда вот у китайского из какие-то косяки например несущественные как-то даже даже внимание не обращать потому что ну как бы он стоит ну и два а то может и в три раза дешевле а тут как бы элита и такие косяки да поэтому друзья будьте бдительны не поддавайтесь никаким манипуляциям никаким скажем так обещанием никаким там не будьте самоуверенны всегда проверяйте убеждайтесь в том продукт который вы рассматривать для покупки с вами был я владимир королюк всем удачи всем добра